Старшеклассники из подшефного Хабаровского города Дебальцево в Донецкой Народной Республике приехали в краевую столицу в рамках проекта «Университетская смена». За 10 дней им предстоит отдохнуть, познакомиться с городом и пройти профориентацию. Свою образовательную программу школьникам представил один из крупнейших вузов Дальнего Востока – Техоокеанский государственный университет. Репортаж Ульяны Крамаренко. Возможность поуправлять дроном для школьников из Дебальцево особенно запомнилась. На этом дроне студенты ТОГУ обычно отрабатывают навыки пилотирования, чтобы затем перейти к более серьезным машинам. Беспилотник может выполнять разные функции. Например, снять рельеф местности, измерить площадь участка и даже провести учет растений на труднодоступных территориях. «У нас таких моментов, как тут, вообще нет слова совсем. То есть вот нам даже про физику рассказывали, нам так вообще про физику не рассказывают в школах. Вот про все вот эти вот механизмы, даже про беспилотники, то есть мы их видели только, когда нам показывают, например, вражеские беспилотники». В Хабаровск на университетскую смену приехали 100 старшеклассников. Для них экскурсия по одному из крупнейших университетов Дальнего Востока, еще и профориентация. Однако многие просто прилетели познакомиться с отдаленным регионом и получить новые впечатления. «Одиннадцатый класс, да, заканчиваю школу, и учителя некоторые были против, чтобы я ехал, потому что надо готовиться к экзаменам. Но, а вдруг у меня больше не будет возможности терять это все? Нет, конечно». В прошлом году в Тогу поступили 10 абитуриентов из ДНР и ЛНР. Для них разработали специальные льготы. Они попали в ВУЗ не по результатам ЕГЭ, а по итогам экзамена, который сдавали в университете. Такую возможность предоставили и будущим абитуриентам с новых российских территорий. «Мы готовим специалистов по практически всем направлениям. То есть, кем бы вы не хотели стать в дальнейшем, с огромной долей вероятности, мы сможем дать вам нужное образование». Для участников университетской смены в Хабаровске подготовили обширную программу. Это различные экскурсии, культурные мероприятия, знакомство с городом. «Совместными усилиями и предложилась прекрасная программа. В ней 54 активности. Такая прекрасная возможность есть у детей всесторонне ознакомиться с Хабаровским краем, с его образовательным потенциалом». Детей разместили в лагере «Созвездие». Из-за погодных условий часть программы для них реализуют там. Кроме преподавателей вузов, к школьникам из ДНР приедет даже театр. Всего университетская смена продлится 10 дней. Ульяна Крамаренко, Вячеслав Бончужный, телеканал «Губерния».